Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы прерываем трансляцию телевизионных программ на нашем канале в специальный экстренный выпуск новостей. Буквально 15 минут назад на экстренную связь с нами вышел наш специальный корреспондент из села Кукуева. Добрый день, Андрей! Расскажите, пожалуйста, что случилось, что у вас произошло? Ну, вот, к сожалению, нас подводит связь, но как только она наладится, мы с вами узнаем о том, что случилось в Кукуева. Напомню, что полчаса назад на экстренную связь с нами вышел наш специальный корреспондент из села Кукуева. Марина! И вот мне подсказывают, что связь налажена. Андрей, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что случилось, что произошло? Ну, вот, к сожалению, нас вновь подводит связь. Да, Марина! Добрый день! И вновь наша связь налажена. Андрей, здравствуйте! Мы ждем от вас рассказа о происшедшем. Да, Марина, конечно. Здравствуйте еще раз. В данный момент мы находимся на центральной площади села Кукуева. Здесь, у здания местной администрации, а точнее у дома председателя села Кукуева, мы разместили наши видеокамеры. Это самая удобная точка. Простите, Андрей, я вас перебиваю. Так что же все-таки случилось в Кукуево? Андрей? Ну, к сожалению, нас вновь подводит связь. Да, Марина. И вновь наша связь налажена. Андрей, расскажите, пожалуйста, конкретно, что случилось в Кукуево? Да, Марина, конечно. Здравствуйте еще раз. В данный момент мы находимся на центральной площади села Кукуева. Здесь, у здания местной администрации, а точнее у дома председателя села Кукуева, мы разместили наши видеокамеры. Дело в том, что это самая удобная точка для того, чтобы наши телезрители смогли увидеть все происходящее своими глазами. Если вы обратите внимание, то позади меня, вот здесь вот сразу, вы сможете... Простите, Андрей. Андрей, вас не слышно? Марина, говорите громче, я ничего не слышу. Андрей, но, к сожалению, нас сегодня подводит связь, и вот уже совсем скоро мы выйдем из эфира. Пожалуйста, расскажите о происшедшем. Да, Марина. Конечно. Сегодня, здесь, в Кукуево, мы работаем в экстремальных условиях. Вместе с оператором мы не спали уже двое суток. Если выпадают какие-нибудь час-полтора, то мы сразу же идем спать. Вот и сейчас только что, Марина, мы хотели прилечь для того, чтобы немного заснуть, ну, проще говоря, отдохнуть. Но передумали и решили выйти на связь с вами. Впрочем, Марина, здесь не спят и все жители Кукуева. Да и сами подумайте, после того, что здесь случилось, просто не до сна. Марина. Андрей, а вы не могли бы нам поподробнее рассказать о том, о чем вы сейчас рассказываете? Да, Марина. Конечно. Все это началось еще позавчера и длится уже два дня. Проще говоря, вторые сутки. Когда это все закончится? Когда прекратится это безобразие, кукуевцы не знают. Марина. Андрей, а скажите, пожалуйста, а что за люди ходят у вас на заднем плане? Да, Марина. Конечно. Кстати, люди, которых вы сейчас можете видеть, люди, которые ходят на заднем плане, это как раз и есть те самые жители села Кукуева. Марина. Андрей, а скажите, пожалуйста, а какова ситуация сейчас в Кукуево? Ну, скажем, на данную минуту. Да, Марина. Конечно. Ситуация в Кукуево на данную минуту, на данный момент не поддается никакому описанию. Проще говоря, ситуация здесь критическая. Но, Марина, мы будем продолжать наблюдать за происходящим и будем выходить на связь с вами каждые полчаса. Марина. Спасибо, Андрей. Я благодарю также наших спонсоров за предоставленную связь и напоминаю, что это был наш специальный корреспондент из села Кукуева. Марина. На вот, держи. Работу тебе нашел. Ой, ну, наконец-то. К гипермаркету требуется менеджер по рекламе. Работа на свежем воздухе. А это как? А так, будешь прохожим листовки раздавать. В костюме козы или коровы. А у них там что, других-то костюмов нет? А тебе что, костюм Евы подавай? Нет, ну, я не хочу быть козой. Или тем более коровой. Да какая тебе разница, в какой шкуре у гипермаркета пастись? В смысле, работать. Кто тебя там узнает? Тем более, что ты там не одна такая будешь. Коза. еще три телки и пастух. Нет, знаешь, все-таки это не мое. Нет. Вот Светка мне тут газету дала. Работа для всех называется. Ну, и вот смотри, что я там нашла. Познакомлюсь с молодой девушкой для встреч на ее территории. Ты что, с ума сошла? Да нет, это не то. Ты ниже смотри. Привет, девчонки. Юбки до колена. Кому грустно и хочется лезть на стену, звоните. Ваш принц студент Артем. Да нет же. Ты не то читаешь. Я же тебе говорю, это Светкина газета. Ты ниже, ниже смотри. Я читаю то, что обведено. Это Светка обводила, что ли? Ну, я не знаю. Приглашаются молодые, симпатичные девушки на хорошо оплачиваемую работу в ночное время. Вот. Что вот? А ты узнавала, что это за хорошо оплачиваемая работа в ночное время? Ой, ну, я не знаю, может быть, официантка какая-нибудь в баре. Ну, или, в крайнем случае, посудомойка. Да? А посудомойки им только молодые и симпатичные нужны, а старые и страшные моют плохо. Ну, я не знаю. Слушай, а ты, кстати, вторую часть объявления прочитала? Какую вторую? приглашаем состоятельных мужчин хорошо провести время в компании молодых симпатичных девушек. И тот же телефон. И про посудомоек ни слова. Нет, это мне не подходит. Я не компанейская. Давай-ка держи свою газету и читай все подряд. Сейчас что-нибудь подберем. Требуется специалист по стрижке и триммингу животных для работы в салоне ветеринарной клиники. Ну вот, опыт у тебя уже имеется. Откуда? Собаку нашу стригла. Да, но ты же сам сказал, что после моей стрижки она на крысу стала похуже. Ну и что? гавкать-то она от этого не перестала? Мы же с тобой даже не знаем, что это такой вот этот вот тримминг. Тут специалист нужен. Хорошо, читай дальше. Так, требуется экскаваторщик, бульдозерист, автослесарь, а также водитель на международные перевозки без вредных привычек со своим мазом за небольшую плату. Они что там, издеваются, что ли? Моей жене такое предлагали. Они бы еще параметры водителя указали. 90-60-90. Да. Ну и потом, где я им маз возьму? Давай дальше читай. Так, предлагается работа на танкерах и контейнеровозах. Требуются штурманы, механики, донкерманы. Кто? Донкерманы. А? Матросы, мотористы, а также приглашаем кадетов морской академии на период летней практики. А они что там, нормальную работу не могут предложить? Да если моя жена будет работать этим самым данкерманом, да еще с кадетами морской академии, да меня мужики засмеют. Давай дальше. Предлагается работа в Скандинавии и Западной Европе для мужчин и женщин от 18 до 55 лет. фабрики, теплицы, фермы, стройки, гостиницы и дыр. И что? И дыр. нам это не подойдет. Ну почему? Знаем мы эту работу в Скандинавии. Им лишь бы заманить человека, а потом паспорт отберут и будут таскать по гостиницам, стройкам и теплицам. Причем бесплатно. Ну зачем ты так говоришь? Ну я понимаю, если приглашали только девушек. Но ведь вот же берут и мужчин и женщин до 55 лет. Вкусы у всех разные. А в Скандинавии знаешь какие люди? Скандинавы. Ну и потом объявление-то одно. А в агентство придешь одних берут от 18-ти, а других до 55-ти нет. Ну, ладно, хорошо, хорошо, давай дальше. Требуется переводчик с английского на русский и наоборот оплата высокая. Шпрехензи дойч. Че? Я тебя спрашиваю, ты английский знаешь? Ты в школе какой язык изучала? Арабский. Где ж ты такую школу нашла? Английский надо было изучать. Вон, люди переводчика днем с огнем не могут найти. Готовы любые деньги платить. А на арабский изучай. Давай, читай дальше. дам дополнительную работу станочнику широкого профиля. А это как? Тебе это не подойдет. Почему? У тебя профиль узкий. Требуется репетитор по игре на флейте. Ты не умеешь? Ну, как же ты вроде говорила, что раньше там играла. Ой, ну, это ж я на гитаре играла. Какая разница? Давай, предложи, пусть сначала на гитаре научится играть. Нет, ну, тут же ясно написано на флейте. Ты потом на гитаре то я всего три аккорда знала. А сейчас и половину не вспомню. Нет. Люди с жиру уже бесятся. Тут посудомойка не устроится. А они на флейтах играют. Нашли время. Буржуи. Смотри, смотри, какое объявление. Хочется сходить в гости, а малыша оставить не с кем. нужна няня двадцати-тридцати лет, добрая, ласковая, заботливая, стройная, желательно блондинка. Для мальчика пятнадцати лет. Знаем мы этих мальчиков. тут на одну в подворотне напали. Она в полицию. Насильников поймали, а у них возраст четырнадцать-пятнадцать лет. Ну. Ну, ее и посадили. За совращение малолетних. А твое-то объявление вышло или нет? Да. Женщина ищет работу, звонить в любое время. И телефон. Да кто ж на такое клюнет? Человек с высшим образованием, арабский знает, а объявление грамотно, вкусно составить не может. На, давай, записывай. молодая, общительная, очаровательная женщина, нет, напиши, девушка, рассмотрит ваши предложения. Имею высшее, нет, напиши, два высших образования, хотя если столько образований, то какая же ты девушка? Напиши просто, студентка, недавно окончившая вуз. В совершенстве владею арабским, нет, напиши иностранным, нет, напиши просто, владею языком, устроит любая высокооплачиваемая работа в любое время суток, кроме ночи, и вечера. И вечера. Предпочтительно должность руководящего работника. звонить звонить днем с двух до трех. А почему именно с двух до трех? О, это интригует, пусть поволнуются. Да, напиши, интим не предлагать. Хотя нет, про интим не надо, пусть надеются. Как говорится, надежда умирает последней. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы ведем наш репортаж в прямом эфире и сейчас находимся в Москве, на Ленинградке, где обычно в ночное время предлагают свои услуги жрицы любви, а сейчас здесь проходит митинг учителей средних школ. Учителя решили митинговать именно здесь, на Ленинградке, ближе к центру, к правительству, чтобы их наконец-то услышали. Сейчас мы попробуем поговорить с кем-нибудь из митингующих и узнать о проблемах школы и какие требования выдвигают учителя. Сегодня здесь на Ленинградке довольно-таки многолюдно и поэтому трудно понять, кто здесь митингующий, кто прохожий, а кто просто пришел поддержать учителей. вот по всей видимости это одна из митингующих, обычный учитель средней школы, довольно-таки еще молодой специалист, попробуем поговорить с ней. Добрый день, новости дня. Можно вас буквально на пять минут. Ну, а что, на пять-то? Бери уж сразу на час. Нет, нет, целиком передачу мы посвятим вам в ближайшее время, а сейчас, если не против, короткое интервью. Ну, ладно, давай только, знаешь, как-то это по-быстренькому, а то вон ты своей камерой мне всех девчонок распугал. О, попрятались все. Я не понимаю, а чего бояться-то? А если их предки по телеку увидят, чем их дочурки тут занимаются? Я не понимаю, опять же, чего стесняться? Вы занимаетесь любимым делом. Ваша профессия одна из самых уважаемых во всем мире. Да? А я всегда считала, что наоборот. Ну, почему? Вот, например, я всегда с большим уважением вспоминаю ваших коллег, которые для меня немало сделали. И мою первую Мариванну, несмотря на то, что мне тогда было всего семь-восемь лет, и Надежду Семеновну, которая обожала меня, несмотря на мои, так сказать, шалости, и даже физрука Сан Саныча, с которым мы довольно-таки тесно и тепло общаемся и по сей день. Я уверен, что и вас тоже любят и обожают все те, кому вы даете, так сказать, возможность учиться у вас. А таких, я уверен, у вас уже было немало, а будет еще больше, ведь вы довольно-таки еще молодой специалист. Сколько, если не секрет, вы уже в профессии? Спасибо, конечно, за комплимент, но у меня уже 15 лет позади, и я не собираюсь заниматься этим всю жизнь. Какие ваши годы. Марья Ивановна, о которой я вам только что говорил, в прошлом году исполнилось 70, а она в такой потрясающей форме, что у нее еще есть чему поучиться. А вы лучше скажите, а какие проблемы волнуют вас на сегодняшний день, ведь не случайно такое количество ваших коллег сегодня вышло на улицу. Так ведь в этом-то все и дело. У нас, знаешь, какая конкуренция? Конкуренция? Во всех газетах пишут о нехватке кадров, а вы говорите конкуренция. Да врут все ваши газеты. Да я тебе хоть сейчас 30, 40 девчонок в ряд поставлю. Выбирай на вкус. Светлые, темные, худенькие, полненькие и все хорошенькие, молоденькие, за 150, 200 долларов испоют, как говорится, из пляши. А если для начала еще и налить, они такое вытворяют, что вам и не снилось. Простите, вы хотите сказать, что ваши коллеги могут позволить себе спиртное на рабочем месте? Да нет, но они ж не нажираются до бесплатного. Ну, так, грамм 150, 200, ну, чтобы язык развязать, для поддержания, так сказать, контакта. Слушай, а может быть, возьмешь кого? А? Да нет, спасибо, мне, знаете ли, как-то ни к чему. А? Что? Понятно. Физрук Сан Саныч. При чем здесь Сан Саныч? Просто поймите меня правильно. Ну, возьму я под свою опеку одного специалиста. Ну, второго. Ну, проблему-то мы этим не решим. Необходимо, чтобы у каждой из ваших коллег была своя группа. Человек 25-30. А? Как вы? Согласны? Ну, это ты загнул 25-30. Ну, а вот, скажем, 5-6 постоянных клиентов, вот это, пожалуй, самый раз. Ну, вот видите, получать деньги мы хотим. А поработать с группой 25-30 человек уже сложно. Не надо бояться трудностей. Вот у нашего физрука Сан Саныча Сан Саныча была своя группа 38 человек. В заключение я хотел бы спросить у вас. Вот если бы можно было повернуть время вспять, то кем бы вы стали тогда? А вы знаете, я ведь с детства мечтала стать учителем. спасибо. Уважаемые телезрители, это был репортаж с Ленинградки, где сегодня проходит митинг учителей средних школ, которые, несмотря на все трудности, по-прежнему преданы своей профессии и верны своему делу. За что им большое человеческое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...